Авиационная база ВМФ США Фэллон, Невада Школа боевого применения летчиков-истребителей военно-морского флота Она же Топ Ган Изначально Топ Ган представлял собой всего лишь очень небольшую группу инструкторов, которые по сути работали из трейлеров в Мирамар Военно-морские силы увидели потребность в школе, которая бы учила летчиков боям воздух-воздух Это произошло из-за того, что в то время из Вьетнама шли необнадеживающие доклады Успех школы был доказан во Вьетнаме, и военные продолжили развивать эту тему по мере того, как развивалась авиация морской пехоты и ВМФ В 1996 году военно-морские силы реорганизовали некоторые из наших учебных программ В том числе, это было тогда, когда мы переехали из Мирамар, сюда, на базу Нас-Фэллон, в Неваду И перешли под управление Центра разработки морского боевого применения Так что это своего рода централизированная подготовка воздушных боевых действий в МФ А Топ Ган теперь является частью этого центра Программа Топ Ган разделена на три специальных одновременных курса Первая это SFTI, то есть курс по тактике боя для морских пилотов На нем мы учим их, как использовать самолет на полную Закончив курс, они возвращаются в качестве офицеров-инструкторов во флот или в корпус морской пехоты Также у нас есть адверсария программ, через которую проходят некоторые флотские пилоты Они учатся играть роли врагов, красных пилотов, плохих парней Параллельно готовят презентации для синих пилотов, посещающих занятия Наконец, есть курс диспетчеров-наводчиков, или AFC Офицеры боевого управления По сути, военные диспетчера, они контролируют воздух Именно они контролируют синих пилотов, чтобы те понимали, что происходит вокруг, когда те в воздухе Курсы занимают 9 недель Все обучаемые, что пришли на курс, теперь летают на какой-нибудь из версий F-18 Hornet От F-18A до D Этот самолет также используется флотом и корпусом морской пехоты Теперь у нас есть также и F-18E и F, известные как Super Hornet Итак, курсанты, которых мы называем пилотами синих, учатся в топ-ган на какой-нибудь из моделей F-18 Когда одноименный фильм вышел в свет, 18-й только поступал на вооружение, а основным самолетом-истребителем на флоте был F-14 Сейчас он уходит, его заменяет F-18, и только несколько из кадрилей-14 осталось во флоте В 2004 году заменял, с 2006 года 14 снялся вооружение, примечание переводчика В топ-ган с этого лета больше не используется F-14 для обучения Сейчас курс заточен под F-18 Здесь в топ-ган у нас есть также специальный F-18 и F-16 для имитации угрозы F-18 красной стороны схож по ТТХ с самолетами обучаемых Так что мы можем его использовать для оценки возможностей курсантов, особенно в боях 1 на 1 Нам разрешено использовать различные цветовые схемы, чтобы имитировать самолеты противника Недавно мы получили F-16 Они похожи на МиГ-29, которые в реальности являются наиболее вероятной угрозой Также есть эскадрилья F-5, которые имитируют прочую угрозу из стран всего мира Так что мы можем учить студентов на F-18 против неизвестного типа и неизвестного количества противников И благодаря этому хорошо оценить, как бы они справились, летая в реальных боевых условиях В 1995 году мы взглянули по-новому на то, как мы обучались на флоте И как мы использовали тех, кто уже прошел обучение в топ-ган Тогда мы взяли выпускника топ-ган и отправили его обратно в свою эскадрилью, где он стал инструктором для своих сослуживцев С тех пор мы начали подбирать инструкторов и отправлять их в училище пилотов на восточном и западном побережье Эти ребята помогают тренировать экипажи там, являясь частью команды здесь, в Феллоне Когда я был курсантом, основное внимание уделялось изучению технической стороны полетов и использованию новых самолетов Также обучали тактики Но то, что мы делаем сейчас, это совершенно другое И мы уделяем гораздо больше внимания тому, чтобы сделать их не только хорошими летчиками, но и хорошими инструкторами Таким образом, помимо того, что выпускник нашей школы должен являться хорошим пилотом и знать свою работу с тактической точки зрения Он также должен уметь доносить информацию группе слушателей, то есть быть хорошим учителем 17 декабря 1903 года два производителя велосипеда в Дейтоне, штат Огайо, сделали то, что до них не делал никто Они фактически обхитрили свой нестабильный райд флайер и совершили первый пилотируемый полет Тот первый полет длился всего 12 секунд на расстоянии около 120 футов, но он положил начало новой эпохи И спустя всего 66 лет человек вступил на Луну Наш курс состоит из четырех частей Первая, когда вы сюда попадаете, носит чисто теоретический характер В первые две недели у вас по 12 часов занятий в день 12 часов, 14 часов, иногда даже немного больше И это чисто теоретические занятия Нет никаких секретов, они не учат тому, чтобы вы раньше не испытывали на практике Тем не менее, эти классы и теоретическое содержание лучше, что есть во флоте Ведь здесь отличные инструкторы Они очень хорошо знают материал и дают отличные уроки И это первое, с чем вы сталкиваетесь, когда попадаете сюда Вы погружаетесь с головой в теорию в течение нескольких первых недель После этих занятий у нас начинается летная практика И мы проступаем к боевым маневрам в воздухе БФМ, базовые маневры истребителя Также параллельно с этим продолжаются теоретические занятия В результате, после четырех недель занятий и полетов У вас в голове все собирается воедино Сначала начинаем с тренировок один на один Осваивается базовая динамика маневрирования против одиночного противника Как только ученики овладели этим, они переключаются на пилотирование в паре Два самолета против двух, а позже против неизвестного количества врагов В конце концов, по шесть-восемь синих самолетов Дружественных пилотов против неизвестного количества противников То есть они получают очень значительный прогресс в очень динамической среде От один против одного до восьми против неизвестного числа А на протяжении девяти недель всего курса Они прокачивают свои умения, скилл И становятся мастерами в этих техниках к его концу Мы также обучаем и пилотов условного противника Это ребята, которые имитируют вражеские самолеты Когда мы моделируем конкретную страну с точки зрения их ВВС Мы также моделируем то, как летают их пилоты У нас есть очень много информации о том, как летают наши потенциальные противники Многие из них не получают от самолетов максимальной отдачи Мы тоже подражаем этому F-18 Hornet может делать множество вещей Это впечатляющий самолет Мы на нем имитируем платформу и пилота А также то, как пилот будет управлять этим самолетом То есть, когда мы вступаем в бой с учеником Мы не думаем, типа Окей, давай повеселимся без каких-либо правил Нет, здесь есть жесткие рамки И мы стараемся придерживаться их, чтобы быть более похожим на того, кого изображаем Иногда это не так уж и весело, поскольку тебя сбивают И ты говоришь Окей, я мертв И все по новой Каждый пилот-истребитель — это эгоист и сильная личность И хоть мы изображаем врага, мы хотим побеждать Но это не то, что нужно достичь Мы пытаемся не просто летать на все деньги А использовать разумную тактику Которую, по нашему мнению, будет использовать потенциальный противник А это зачастую означает, что если мы будем воспроизводить ее правильно, мы будем проигрывать Ведь задача синих — как раз знать контр-план действий против красной тактики И работать по этой схеме Поэтому мы стараемся научить пилотов-агрессоров этой дисциплине Работать в этих рамках Чтобы каждый конкретный полет следовал конкретным учебным целям Этот курс не очень длинный Обычно длится 6 недель От 4 до 6 парней на курсе Также у нас есть класс офицеров-боуправления и перехвата, или AIC Они приходят обучаться к нам из разных платформ Мы обучаем операторов ДРОС, Е2, Хакай, ИДЖИС Операторы АВАКС ВВС также бывают у нас И диспетчера Корпуса Морской Пехоты Их задача — сделать так, чтобы в воздухе все изменения происходили гладко Научить их работать с настоящей боевой ситуацией Чтобы они были хорошо подготовлены Так как зачастую именно офицерное ведение играет важную роль в цепи всех событий Первая, вторая неделя — это только теоретическая подготовка Мы изучаем данные о странах вероятного противника Тактику и возможности их ПВО Тактику и возможности их истребительной авиации Характеристики самолетов, их количество и так далее Также нам рассказывают о возможности наших боевых самолетов После теоретической подготовки начинается практика Обучаемые в этом курсе проходят через две различные фазы Сначала они проходят через обучение с ограниченным числом самолетов, а также угроз Как правило, они управляют двумя самолетами, или парой Против четырех-шести врагов одновременно Тренируют это в течение нескольких недель А затем приходят к тому, что мы называем Division Phase, или фаза разделения В которой они управляют четырьмя-шестью синими или дружественными самолетами, то есть двумя-тремя парами Против шести-десяти вражеских самолетов одновременно Они проходят через этапы, в которых им приходится решать все более трудные задачи Во время практического этапа полетов Типичный день начинается с утреннего брифинга, обычно в пять утра Вначале идет координационная встреча синих и красных пилотов Эта встреча недолгая, около пяти-десяти минут, где мы обсуждаем безопасность полетов Затем расходимся и начинаем обсуждать свой сценарий за синих Далее план, тактику, которую нужно применить для выполнения миссии Говорим о главной задаче вылета и так далее Вы не всегда летите ведущим Вы не всегда отвечаете за вылет Иногда вы летите ведомым, и там тоже есть чему поучиться Но когда вы в роли командира, ведущего Вы подготавливаетесь накануне вечером Приходите и делаете последние заметки с теми парнями, которых поведете в бой Ведущие, в свою очередь, сделают свои заметки, которые дает им командир Он расскажет им о миссии, какие им могут возникнуть проблемы сегодня И как он планирует их решать После брифинга у нас есть 15-30 минут до начала миссии Мы садимся на свое рабочее место с экраном радара и подстраиваем его под себя Нужно удостовериться, что все включено, работает и все готово После того, как все настроили и все хорошо, просто сидим и ждем, когда летчики свяжутся с нами после своего взлета Наше оборудование разделяется на четыре основных части Первая — это противоперегрузочный костюм, который надевается поверх летного комбинезона Он окутывает в основном ноги, имеет надувные мешки Когда самолет испытывает перегрузку, с помощью специальных трубок, которыми он соединен с комбинезоном Он накачивает эти мешки, сдавливая ваши бедра и икры Перегрузки — это как ездить на американской горке Кровь пытается уйти в ноги Очевидно, это не очень хорошо, когда мозг остается без крови, питающей его кислородом Вы можете потерять сознание Поэтому костюм помогает выдавить кровь из ног в верхнюю часть туловища, к сердцу и голове Второе — ремни безопасности Для тех, кто прыгал с парашютом, они очень похожи Он вас пристегивает к креслу четырьмя точками Две здесь и две здесь На две верхние точки также крепится парашют на случай катапультирования И также пристегивается к креслу Также есть надувной жилет, который автоматически надувается при падении в воду Там есть ручка, дергается и он надувается Третье — это жилет выживания, который надевается поверх ремней В нем находятся зеркальце, дымовые гранаты, чек-листы, радиостанции и прочие вещи Ну и последнее — это, конечно же, шлем и соединенная с ним кислородная маска Шлем защищает нас не только от ударов головой и от воздушного потока на случай катапультирования В нем также есть солнцезащитный визор с защитой ушей от шума, а также гарнитура А маска, как очевидно, дает кислород для дыхания И это все важные вещи И вы все это должны нацепить на себя перед тем, как выйти из здания и наконец сесть в самолет Каждый вылет отличается друг от друга Для каждого типа заданий используется свой образ мышления Либо они вылетают на перехват, либо они меньше уделяют этому времени, поскольку задача разбомбить условного противника, а не перехватывать другие самолеты Поэтому в каждом вылете, в каждом бою, в каждом событии происходят вещи по-разному Но цель остается неизменной Необходимо выполнить поставленную задачу и целом вернуться на базу Миссия и объективность И потом вернуться на базу Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ударный 72, это башня Fallon Полоса 3-1 левая, выруливайте на точку 1-0-2-0, западный 7, разрешая взлет Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АИС является неотъемлемой частью системы Многие пилоты считают нас третьим или пятым ведущим пилотом Потому что мы можем делать те остальные вещи, что они не могут сделать самостоятельно Пилоты и сенсоры самолета видят только небольшую часть пространства вокруг себя Как правило, вперед Имеют ограниченный обзор Мы им даем представление о том, что происходит вокруг Как бы обеспечиваем их панорамным видом Взглядом со стороны Мы видим эту картинку И специально разработанной вербальной системой Мы быстро и доходчиво описываем обстановку для пилотов Чтобы у них в голове было то, что видим мы И по радиосвязи можем передавать эту информацию конкретному самолету Обычно наши доклады содержат следующую информацию Как много групп противников Где они находятся На какой они высоте А также дополнительную информацию Направление их полета А также, если мы знаем, кто они Противники или же неопознанные самолеты Подготовка как пилотов, так и диспетчеров Влияют на успех миссии Например, если у пилотов хорошая форма А у диспетчеров выдался плохой день То все может пойти не так И задание будет провалено То же самое произойдет, если хорошие наводчики Будут работать с неподготовленными пилотами Эффективность и пилотов, и диспетчеров Влияет на результат вылета Сегодня мы моделировали миссию удара по вражеской территории Где шесть синих самолетов, или наших Могут встретиться с неизвестным количеством самолетов противника По пути к нашей цели У нас сымитирован объект с оружием массового поражения На территории противника Наши парни в таких случаях применяют Или учебные боеприпасы, или даже боевые А затем улетают с территории противника Если остается достаточно топлива, можно сделать еще одну попытку Если же нет, вы уходите на базу На все про все около одного четверти часа А после вылета начинается часть того, где идет настоящее обучение Это разбор полетов Или дебрифинг Синие пилоты проводят свой дебриф Красный свой Это занимает около 1 часа 1 часа 15 минут Пилоты встречаются с диспетчерами и сравнивают то, что происходило Что видела я, что они и что происходило Потому что, когда мы встретимся с нашим противником Мы не хотим, чтобы наши показания расходились с делом То есть, не хотим, чтобы их версия событий и наша версия событий были разными Затем собираемся все вместе И синие, и красные, и их наводчики И смотрим на большом экране тактс То есть, тактической системе тренировки экипажей Всю историю боя Что-то типа реплея Каждая часть пройденного задания детально анализируется Выводимая информация на экран собирается со специальной системы Она следит и записывает позицию и параметры каждого самолета во время миссии Будь то синие или красные Мы просто смотрим на анимацию того, что происходило Вместо того, чтобы восстанавливать бой, рисуя на доске маркером, схематично и описывая словами Просто садимся и смотрим как реплей на все происходящее в реальном времени Это запись вместо тысячи слов Можно видеть все происходящее с помощью такого панорамного обзора Если что-то происходило важное, то можно увеличить изображение и разобрать более детально Мы можем видеть расстояние между самолетами и использовать эту информацию для оценки наших действий Определить, было ли правильно выбрано направление полета, высота, скорость и т.д. Поскольку это детальный анализ, из всего можно собрать общую картину Также можно увидеть то, что мы не видели тогда, пока были в полете И это помогает нам в реальном времени оценить насколько правильно мы поступали На экране показывается все, там нет секретов, поэтому можно оценить действия хороших и плохих ребят В то же время, в реальном времени мы разбираем наше общение по радиосвязи Оцениваем то, насколько правильно общались между собой и пилоты и диспетчера-наводчики Что нужно было говорить, что было лишним, как говорить и т.д. Это все развивает дисциплину радиосвязи Наконец, через несколько часов, под самый конец, начинают проигрывать записи с наших самолетных видеорегистраторов Чтобы понять, что мы используем радар и другие вещи самолета как надо Например, куда смотрят наши сенсоры, когда мы сбрасываем бомбы Все это для того, чтобы понять, насколько правильно мы используем самолет Именно тогда и дается оценка всех действий Делали мы все правильно или где совершили ошибки Записи не врут, поэтому это отличный инструмент для оценки нашей работы После всего этого, когда обучаемый оценит все то, что произошло, инструктора забирают их под свое крыло На встрече с учителями, те начинают обучать их, обсуждают их полет, и что было указано в брифинге, и что было показано на разборе полетов Инструктор оценивает все, что делал его ученик, критикует где надо, разбирает все от начала и до конца, чтобы помочь ученику перейти на следующий этап Все вышесказанное от брифинга и до конца занимает около 6-7 часов И все это для часового вылета День в итоге получается очень длинным Иногда в день бывает по два вылета, и тогда не менее 12 часов рабочего времени Я бы сказал, 14 часов это норма 9 недель кажется не очень много, но когда вы сидите по 14 часов в день в этом здании, все ощущается гораздо дольше Есть известная поговорка Бой как тренировка, тренировка как бой Ну или сражайся во время тренировки и тренируйся во время сражения По-русски, видимо, тяжело в учении, легко в бою Мы всегда стараемся быть как можно лучше готовыми для реального дела И мы продолжаем все время тренироваться И во время тренировочного цикла между нашими развертываниями И во время реальной боевой работы, когда нас мобилизуют И диспетчера, и пилоты, все участники активно стараются поддерживать свои знания Умение вести бой воздуху-воздух является очень недооцененным навыком Мы часто говорим о ситуационной осведомленности, или как сокращают пилоты, эсэй И это то место, где мы можем получить базовые навыки о эсэй То есть эсэй это о том, как выглядит вся картина сражения, что происходит на поле боя И эти навыки хорошо закрепляются во время тренировок воздух-воздух 10-15 лет назад мы не использовали эту возможность, но это не значит, что это было неважно Очевидно, что в последнее время, в боевых действиях, ближние бои воздух-воздух это редкое событие Для этого есть причины Первая это опасность Вторая это то, что мы имеем такое превосходство в мастерстве, что мало кто в мире хочет сражаться с нами в лобовую То есть мы достигли такого опыта и уровня знаний, что они гарантируют наш успех Зачастую из-за того, что нам просто даже не бросают вызов, не воюют против нас И это очень хороший сигнал Это дает нам возможность гарантировать необходимое воздушное превосходство в конфликтах Но мы также знаем то, что есть вероятность повторения таких боевых действий, в которых будут бои воздух-воздух, что были в прошлом Поэтому мы хотим быть готовыми, если это произойдет в будущем И по сути тренируемся с таким подходом Во время полетов в Топ Ган возникают различные нестандартные вещи, которые заставляют нестандартно мыслить и решать такие ситуации Мы находимся в очень динамичной среде с быстрыми изменениями И самая большая или вся ответственность вложится на ведущего звена или студента, который проходит эту конкретную программу Если он понимает, что происходит вокруг, если хорошо общается с диспетчером, принимает грамотные тактические решения о том, что делать в разных ситуациях, то он хорошо подходит для большинства боевых элементов реальной войны Будь то бросание бомб, помощь наземным командам или ведение воздушных боев Поскольку ситуация такая динамичная, а выполнение всего этого требует опыта, то если хорош боец здесь, то он будет таким же и в реальном бою, и мы это видим В двух последних конфликтах мы смогли это продемонстрировать ВМФ и КМП успешно выполняли разные боевые задачи, используя одни и те же принципы, принимали правильные тактические решения и делали хорошо свою работу Добрый день, дамы и господа, я Дэвид Берки, позывной Чип, и от имени командира Ретта Баттлера и всей команды Топ Ган благодарю вас, класс 02-04, за выполнение финального экзамена В день окончания обучения у нас есть официальная церемония выпуска, на которую мы приглашаем не только пилотов, но и диспетчеров перехвата, а также пилотов с луного противника Также могут присутствовать их родственники Ну и происходит формальность, все по очереди выходят на сцену, получают грамоты, рукопожатия с поздравлениями за проделанную работу Мы стараемся это особо не затягивать, ведь они уже здесь 9 недель, во время которых мы по сути издевались над ними, загружая их по полной, и все они хотят домой Поэтому мы стараемся сделать это событие чем-то незабываемым, поскольку для каждого маленькая победа закончить этот курс И не важно кто ты, или диспетчер перехвата, или дружественный пилот, или пилот условного противника Окончание этого курса это буквально лучшая подготовка, которую может пройти авиадиспетчер, пилот или оператор вооружения И это лучшее из лучшего, что флот может предложить в плане обучения для всех этих ребят Когда вы закончите учебу, вернетесь вам в флот и воспользуетесь тем, чему научились здесь, вы станете лучшим оператором И уже там сможете сделать ваших подчиненных лучше Это пик твоей карьеры, нет ничего лучше, чем обучать свою команду тому, чем сам любишь заниматься Это было замечательно Сравнив то, что я знала раньше, и то, что знаю теперь, я понимаю, что этот курс открыл мне глаза Теперь вы понимаете, что происходит, вы знаете, что видят пилоты, каковы их навыки Все инструктора очень хорошо осведомлены и профессиональны Конечно, я думаю, что это была лучшая подготовка, которая когда-либо проходила с момента вступления в МФ Это отличный опыт, который я сохраню навсегда, чем бы я ни занимался по жизни Отличная группа, отличная подготовка Определенно лучшие вылеты, которые я когда-либо видел Великолепный опыт Это было действительно так, как я себе представлял, зачастую даже немного больше Эта школа имеет большие возможности для тренировок, парни большие профессионалы Инструкторы и персонал высочайшего уровня И это была лучшая подготовка, на которую я мог надеяться Помните, как в фильме говорят «лучшие из лучших»? По мне, так это очень похоже на правду Здесь инструкторы как на подбор, и вы получаете опыт от лучших Они феноменальны, и нужно быть глупцом, чтобы обижаться на их критику и замечания Вы принимаете их и улучшаете свои показатели В течение этих недолгих девяти недель вы вырастаете И я определенно стал лучше в самолете А также в том, как создавать хорошую имитацию красной угрозы плохих парней Быть офицером по обучению здесь, без сомнения, было моей лучшей работой У нас здесь, без сомнения, работают и учатся лучшие люди Все они преданы своему делу и мотивированы выполнять свою работу У нас, инструкторов, уникальная работа Мы много тренируемся и тренируем, но на практике не применяем свои знания То есть не летаем на войну Никто не хочет участвовать в войне без необходимости Но приятно находиться там, где наша цель – это выполнение своей работы наилучшим образом Потому что если мы не будем делать свою работу как можно лучше, мы мертвы, нам конец Ведь никто не хочет умирать Если мы не выполним свою работу, и у вражеской стороны будет больше сил Мы подвергнем Америку опасности, а мы этого не хотим Мотивировать людей здесь, настраивать их мысленно на победу – это и есть наша главная задача Косвенно мы руководим флотом, обучая их инструкторов тому, что сами узнали и разработали Мы разрабатываем тактики, которые в итоге использует флот Это большая ответственность Наша самая главная цель – это самосохранение и то, чтобы Америка была сильной Именно это наша главная задача, и это то, чего мы будем добиваться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok